О других событиях расскажет Дарья Ефимова. Наш эфир продолжит постоянная рубрика «Городовой». Нужны ли горожанам ярмарки выходного дня? Администрация Магнитогорска проводит опрос. Проголосовать можно в течение месяца. В частности, мэрию интересуют, будут ли посещать такие ярмарки жители города, какой ассортимент товаров должен быть представлен на них. Также магнитогорцев просят назвать подходящие места для размещения торговых площадок. Опрос проходит на портале «Активный город». Будут Бирюков и Тимкин. В Магнитогорске состоится традиционный мемориал Юрия Шпигала. На льду сразятся любители, профессиональные хоккеисты. Вход на матчи свободный. В борьбу за награды вступят четыре команды «Стальные топоры», «МГТУ», «Столевары», «Кредо». В их состав также войдут профессиональные хоккеисты. Игры состоятся 29 и 30 мая в детском Ледовом дворце. Подробное расписание можно узнать на официальном сайте хоккейного клуба «Металлург». Общественный транспорт должен быть безопасным. Госавтоинспекция начала массовую проверку автобусов. Смотрят все – и наличие тахографа, и соблюдение водителями правил ПДД. А также измеряют люфт рулевого управления. Если он превысит допустимые значения, значит машина имеет технические нарушения. Транспорт отправят на штрафстоянку, водителя отстранят от работы. Помимо этого, инспекторы проверяют наличие необходимых документов и соблюдение правил перевозки пассажиров. За первый день акции уже выявлено 42 нарушения. В том числе более 20 нарушений правил перевозки пассажиров. Также выявлены технические нарушения и прочие. Всего с начала года перевозчики были оштрафованы более 5000 раз. Также по их вине произошло два ДТП. В них пострадали трое человек. Профилактическое мероприятие ГИБДД продлится до 30 мая. Дарья Ефимова, Александр Маргунов, информационная служба Медиагруппы Знак.